Всем привет! Миссия, приключения, космическая суперзвезда. Фанаты Лесли Динова, объединяйтесь! Неофициальные каналы сообщают, что суперзвезда Лесли Дин, ушедший из жизни, в раннем возрасте произвел фурор своим появлением в золотом миге на Пинаконии. В настоящее время нет никаких доказательств того, что Лесли Дин, появившаяся в мире грез, и есть та самая космическая суперзвезда. Редакция Сладкий Снов настоятельно рекомендует фанатов вести себя разумно и не нарушать правила поведения мира грез. Космическая суперзвезда, конечно. Так, а начинается все это в золотом миге, вот здесь вот, видимо. Их эти автоматы. Упи, там реально фанаты собрались, ребят, смотрите. Фанаты Лесли Дина, кто это? Мужчина, стоящий перед вами, не заметил вашего присутствия, но вы вовсе не обижаетесь. Любую из его безупречными чертами лица, вы и сами о себе забыли. Что? Ох, прошу прощения, я бы так занят, что сразу не заметил вас. Вы тоже пришли за автографом, погодите немного. Я вас не знаю. Ты не знаешь, кто это? Как можно не знать Лесли Дина, космическую суперзвезду с Эпсилона? Ты выглядишь довольно взрослым, неужели ты еще ребенок? Не стоит горячиться. Вселенная огромна, у каждого из нас разное окружение и жизненный опыт. Я всего лишь рядовой актер в далекие от звания суперзвезды, способные осветить все уголки вселенной. Он такой как раз наречивый и такой скромный. Скромный. Ах, почему в глазах темнеет? Ах, простите, я по привычке решил, что вы здесь ради автографа. Приношу свои извинения, не сочтите меня высокомерным. Слишком вежливо для знаменитости. Ты что такое говоришь? Фанатка пепеши, это она, да? Взгляни на этот автограф, кому под силу его подделать? Это без сомнений настоящая Лесли. Эта девушка права. Сначала я сама сомневалась, но когда увидела эту элегантную подпись, все сомнения развеялись. Я знал, что Эоны не настолько слепы, чтобы позволить восходящей звезде погаснуть так рано. Погаснуть? Вижу, ты действительно ничего не знаешь о происходящем. У меня как раз при себе газетные вырезки об этом инциденте. Почитай сам. О, ты что, их с собой в сон притащил? Не знала, что ты настолько безумный фанат. Не смейся надо мной. Вот вырезка, сам посмотри. Скорбные новости. Скончался Лесли Дин, космическая суперзвезда. Экстренные новости на канале Epsilon Entertainment. Согласно данным, из надежного источника, крейсер галактического класса, известный под названием Край Туманности, взорвался через 7 часов после вылета из единого космопорта Epsilon X. Причина взрыва пока не ясна. Взрыва. Торговая гильдия Epsilon незамедлительно отправила в лот для проведения спасательной операции, но выживших найти пока не удалось. По словам одному из пассажиров на борту Края Туманности, летел Лесли Дин, восходящая звезда индустрии и развлечений, также известной как космическая суперзвезда. Вся команда канала Epsilon Entertainment выражает глубочайшие соболезнования всеми пассажиров и членов экипажа, погибших в результате взрыва. Теперь, понимаешь? Они утверждают, утверждали, что Лесли пропал, но они ошибались. Настоящий Лесли Дин прямо перед нами. С трудом верится. Ну, раз уж вы об этом заговорили, господин Дин, простите, если мой вопрос покажется вам грубым, но как вы выжили в этом происшествии, ничего не могу поделать со своим любопытством. Ваш вопрос вовсе не грубый, госпожа. Меня не впервые спрашивают об этом во сне. Двигатель круизного корабля Край Туманности, на борту которого я находился, внезапно полностью вышел из строя, что привело к взрыву. По логике вещей, шанс моего выживания был почти нулевым. Я тогда потерял сознание. Прошло много времени, прежде чем я снова открыл глаза. На мгновение мне действительно показалось, что я вознесся на небеса. Так продолжалось до тех пор, пока добрая медсестра, находящаяся рядом, не сообщила, что я пережила ужасную аварию. В тот момент я понял, что мир вокруг меня на самом деле реален. Мне рассказали, что когда произошел взрыв мимо края Туманности, проходил космический корабль рыцарь красоты. Благородный и храбрый рыцарь бросился на место катастрофы, рискуя собственной жизнью в поисках выживших. И так он нашел меня. Но, увы, я был единственным, кого ему удалось спасти. Да, упокоятся с миром все те невинные души, которые заслужили спасение. Ну, конечно, даже красота не позволит такому идеальному человеку, как господин Дин, уйти из жизни так быстро, правда? Может, это был Аргентия? К сожалению, хотя я и выжил. Авария нанесла моему телу непоправимый ущерб. Я не могу продолжить свою актерскую карьеру. Более того, жизнь под осветом софитов уже давно утомила меня и морально, и физически. Поэтому я просто попросил скрыть информацию обо мне от внешнего мира, чтобы продолжить жить обычной жизнью. И именно тогда кто-то напомнил мне о существовании Пинаконии. В этом мире грез я могу вновь стать тем Лесли Дином, каким я когда-либо был, и забыть эту боль, которая причинила мне эту трагедию. Я от всей души счастлив, что могу встретить здесь всех, кто продолжает меня поддерживать. Лесли Дин подносит свои изящные пальцы к лицу, чтобы осторожно смахнуть с ресниц перламутровую слезинку. Вы слышите, как несколько его поклонников, включая Эрудроида, одновременно ахнули. Кто это вообще такое? Вот это что ли? На харизм, очарование, которое излучает каждое. Его движения завораживают. Какая непринужденная чувствительность. Вы начинаете понимать, почему во всех уголках галактики знают имя Лесли Дина. А можно мне тоже автограф? Конечно, и как же вас зовут? Нечто. Нечто, какое восхитительное имя. Нечто. Пусть звезды сияют, освещая ваш путь. Искренне ваш Лесли Дин. Прошу. Желаю вам всегда быть в хорошем настроении, господин Нечто. Вы получили автограф космической суперзвезды Лесли Дина. На самом деле, вы не понимаете, что значит получить автограф во сне, но вы все равно чрезвычайно довольны. Тик-так, сюда скорее. Часик. Тик-так, с этим человеком что-то не так. Ты о Лесли? Да, о нем. У меня интуиция острая, как бритва этому человеку, как будто чего-то не хватает. А если в тебе чего-то не хватает, значит, тебя больше нельзя назвать полноценным человеком. Неполный. Какой кошмар. Нечто. Мы должны придумать, как ему помочь. Так. Ну-ка, если мы покрутим шестеренки. Это вы, господин Нечто? Я рад, что вам выпало... Ай, что нам выпало познакомиться в городе грез. Как видите, у меня еще есть дела. Если не возражаете, может поговорим чуть позже? Почувствую силу! Ну, конечно же, недостаточно грусть нужна, ребят. Надо найти грусть. Погодите, вот грустят, по-моему, нет? Нет, они не грустят, а эти? О, по-моему, грустит, смотрите. Мои инвестиции снова прогорели, зарабатывать деньги в наши дни так сложно. Такими темпами с тем же успехами я мог бы просто разломать деньгомет. По крайней мере, так я быстро заработаю денег. Учитывая продемонстрированные вами ранние навыки оценки рисков, я настоятельно рекомендую вам отказаться от этой затеи. Нам обещали, что на пинаконе каждый сможет осуществить наши мечты. Я просто хочу сделать небольшое состояние. Ох, ты мне сразу ее дали? Даже воровать не пришлось, смотрите. Ну, это, скорее всего, она, ребят, смотрите. Так, хоп. Поехали. Ох, господин Лесли, что-то не так. Вы плохо себя чувствуете? Нет, подобное не должно происходить во сне. Извините меня, я вдруг почувствовал. Не знаю, как это выразить словами, но я чувствую себя ужасно. Не хочу омрачать ваш праздник, то, похоже, мне нужно немного побыть одному. Вы устали? Может, закончим на сегодня? Мы и так уже довольно долго вас донимаем, согласен. Мне так жаль, господин Лесли. Надеюсь, вы скоро поправитесь. Лесли Дин нахмурился, и по его телу прошла едва заметная дрожь. Похоже, ваши действия заставили его испытать какую-то непонятную боль и печаль, будто, почувствовав ваше присутствие, он заставил себя открыть глаза. господин Нечто, вы еще здесь? Простите, я не знаю, что со мной происходит. Что случилось? Только что я внезапно, ни с того, ни с сего почувствовал, будто меня пронзила пуля, оставив невидимую дыру в груди. Когда она пронзила мою грудь, мне показалось, что я потерял всякий смысл своего существования. Я почувствовал, будто никто никогда и не жил. Все воспоминания, наполняющие мое сознание, вдруг показались совершенно фальшивыми, как будто кто-то насильно вселил их в меня, как будто они мне вообще не принадлежат. Как бы объяснить это чувство? Мне казалось, словно я очутился в коридоре полным картин, и все они изображали сцены из моего прошлого. Но какими бы яркими ни были пейзажи на картинах, я все равно чувствовал себя абсолютно отчужденным, как наблюдатель, пробравшийся в эту галерею. Может, все эти события действительно случились со мной, но я просто не могу связать эти воспоминания с тем человеком, которым являюсь сейчас. Может, я провел столько времени, наслаждаясь золотым мигом, что границы между сном и реальностью начали размываться? Да, это плохой знак. Вполне возможно, но я не знаю, к кому обратиться за помощью. Я знаю, господин нечто... Это может прозвучать немного пугающе, но я боюсь, что мог забыть, как проснуться. В смысле? Я просто застрял здесь. Я не знаю, как выйти из сна. Реальность настолько хрупка и мимолетна, что ее можно словно одуванчик развеять легчайшим дуновением ветра. Я говорил эту реплику в фильме «Древние грезы о далеких звездах». Она очень удачно описывает мою нынешнюю ситуацию. Господин нечто, если вы можете свободно перемещаться между миром грез и реальностью, сможете ли вы проконсультироваться с представителем семьи в реальном мире? Я не хочу провести остаток своих дней, утопая во снах и посвящая себя отыгрыванию роли чьей-то тени. Не могу себе представить более трагической судьбы. «Господин нечто, я хочу спастись, вы мне поможете?» О, он расстраивается, ведь эмоциферблат заблокирован, тик-так! Это мне надо будет сюда, да, лететь? Мне кажется, мне кажется, да не важно, что мне кажется, я думаю, что сейчас нам объяснят, в чем дело, на самом деле. О, Тисок-3, императрица. А-а-а, я знаю! Тисок-3, ребят, помните задание в Тисок-2? Тебе здесь Тисок-3. Добро пожаловать, грез, грез, дорогой гость, чем мог помочь? Лесли Дину нужна помощь. Что? Лесли Дину мне знакомо это имя? Вспомнила. Так, часом не звали того трагически погибшего актера, что вы имели ввиду, когда говорили, что ему нужна помощь? Объясни ситуацию Элли. Вы объясняете Элли, что случилось с Лесли Дином, естественно, спустив, а пусть и в парочку подробностей для своего же блага. Плохо дело. Гость явно испытал нечто настолько необычное, что назвал бы это забыть, как проснуться. Я сообщу об этом Гонч... Ой, я сообщу об этом членам семьи. Уверена, они урегулируют эту ситуацию. Благодарю за предоставленную информацию, господин Нечита. Элли? Собиралась сказать Гончим? У меня дурное предчувствие. Надо вернуться в сон и проверить Лесли. Вот это прикольно, кстати. Что-то здесь не так. Но его, конечно же, нет на месте, смотрите. На помощь, спасите! Так и знал. Это Лесли. Кто-то пытался похитить господина Лесли. Эти головорезы выскочили из ниоткуда. Они его просто молча схватили и убежали в ту сторону. Умоляю тебя, ты должен ему помочь. Я не против, скажи... Так, а ты сказала уже, я понял. Кто вы? Чего вы хотите? Это сон. Вы не сможете забрать с собой реальность вещи, украденные во сне. Ты уверен, что это аномалия? Уверен. Одно его существование здесь нарушает несколько условий соглашения грез. Поняла. Начать процесс устранения. Что вы делаете? Это плохо. Нужно их остановить. Кто это? Неважно. Вмешательство в право порядок семьи является нарушением соглашения грез. Мы должны устранить и его, и аномалию. Что? Прикалываете, что ли? Почему он по телеку-то ударил? Даньхэн. Надо было по собаке бить. Шишки ва шакту. Синьи у сагри. Гобио у кондат. О яссми. Я перед вами в долгу, господин нечего. Я даже не знаю, что бы они со мной сделали, если бы вы не спасли меня. Перед вашим приходом я услышал, как они упоминали номер комнаты тысячи семь. Может, это... Может, это тот номер в отеле, из которого я вошел в сон? А еще... И еще они все время говорили, что... Про какую-то аномалию мира грез. Что бы это могло значить? Я не знаю. Проснуться я не могу вспомнить номер комнаты, из которого вошел в сон. Может, у меня какая-то мутация? Может, они и приходили, чтобы вас разбудить? Правда? Я бы не был так уверен. Если бы это было так, то зачем им проявлять такую жестокость? Семья так с гостями не обращается. Я должен вам признаться, господин, нечто мне очень страшно. Я боюсь, что когда проснусь, столкнусь с ужасающей реальностью, а еще я боюсь потерять то сознание, которое сейчас обладаю. По крайней мере, теперь я могу увидеть, не слышать и ощущать то, что происходит вокруг. Кто знает, какие изменения претерпело мое тело в реальности. Даже если я знаю, что это сон и что с того. Этот мир грез достаточно реалистичен для многих людей, которые могут просто погрузиться в него и почувствовать себя живыми. Не так ли? После каждого сна наступает пробуждение. Да, вы правы. Но Лесли на мгновение замолкает. Он слегка опускает голову, нахмурив тонкие брови. Он отводит взгляд, пряча от вас свои лучистые глаза и на его безупречное лицо падают синие тени. Было бы ложь сказать, что меня совсем не волнует, что происходит со мной в реальности. Я до сих пор помню, как в последний раз встретил вас во сне, господин Нечто. Я сказал, что хочу спастись. Однако, после того, как вы ушли, я успокоился и начал думать глубже. Я начал задаваться вопросами, действительно ли нужно разрушать эту фантазию. Здесь у меня есть все, что мне нужно. Все, что я потерял в реальном мире. Снова было дано мне в этом сне. Мечты и реальность с правдой ложь. Должны ли мы так четко разделять эти понятия? Я готов поверить в то, что человек, которого вы видите перед собой, есть моя истинная форма. Я не хочу верить в то, что в реальности я всего лишь изувеченное тело, покрытое шрамами. Это ваша жизнь и ваш выбор, да? Спасибо, вы правда хороший друг. Лесли поднимает голову. В его расслабленном взгляде вы улавливаете проблеск решимости. Номер 1007. Может у нас найдется время, чтобы посмотреть, что там произошло? На случай, если вам удастся узнать правду, оставляю за вами право решать, делиться ею со мной или нет. В данный момент с меня терзается непрекращающаяся тревога. Я не могу заставить себя успокоиться и внимательно обдумать свое будущее. Вы мой спаситель, поэтому я доверяю вашему суждению. А сейчас мне следует найти укромный уголок и залечь на дно. Я не хочу снова попасть в неприятности. Вот это я, кстати, хотел увидеть в этой игре, ребят. Так, мы сейчас входим в эту комнату 1007 и видим либо компьютер какой-нибудь, либо тело, подсоединенное к компьютеру, либо вообще непонятно, что голова просто, ну, вы понимаете, не буду говорить. Но, если какая-нибудь банальщина, но я буду разочарован. Вы нашли этот номер 1007, ту самую комнату, о которой говорил Лесли. Вполне вероятно, что правда космическая суперзвезда скрывается за этой дверью. Возможно, он впал в глубокий сон, от которого не может пробудиться. Постучать. Тук-тук. Ответа нет. Попытаться открыть дверь. Вы чувствуете, что что-то не так, если бы что-то случилось с таким выдающимся человеком, как Лесли Дин, семья бы не оставила это без внимания. Учитывая то, как семья обошлась с Лесли Дином в мире грез, вовлекать их в это дело, пожалуй, не лучшая затея. Если они сами еще не предприняли никаких действий. Так, провернуть дверную ручку. Вы без особой надежды пытаетесь провернуть дверную ручку. Окей. Ну, давайте уже, не томите. Дверь не заперта, но спящего гостя внутри номера вы не обнаружили. Пройти внутрь и осмотреть. Вся эта молодежь печальна. На полу гостиничного номера лежит стопка фотографий Лесли Дина. На некоторых из них стоит его автограф. Неужели кто-то действительно станет носить с собой столько фотографий? Вы закономерно задаетесь этим вопросом. Может, эта космическая суперзвезда просто страдает нарцисцизмом? Сначала вы не могли понять, почему бумажные чеки все еще существуют в таком прогрессивном мире, как пинакония. Но изучив написанное на бумаге, вы поняли сам факт того, что эту цепочку цифр напечатали на каждом чеке, говорил о том, говорит, что терпение семейный исходе. Гость, проживающий в этом номере, уже почти две недели содержит оплату. Кажется, отношение семьи к просрачившему оплату гостю более снисходительное, чем вы себе представляли. Неужели Лесли Дин оказался в настолько ужасном положении, что больше не может позволить себе платить за номер. В этом нет ничего удивительного в виде новости. О банкротстве звезд появляются в трансляции межзвездного мира чуть ли не каждый день. Может быть, взять или подождать? Ну, здесь реально никого нет. Тут сундук просто какой. Под устройством создания грез лежит конверт, на нем нет ни подписи, ни пометок. Вы просовываете пальцы, вы уже разорванный кем-то конверт и вытаскиваете оттуда пожелтевшее письмо? Оно исписано густыми небрежными каракулями. Маяку синестезии. Не сразу удалось его перевести. Ё-моё. Проект возрождения Лесли Дина. Верным поклонникам Лесли Дина. Спасибо, что приняли наше приглашение. Сейчас я объясню все подробности и этапы, касающиеся проведения проекта возрождения Лесли Дина. Этап первый. Мы соберем деньги через краудфандинг. чтобы выкупить хранилище воспоминаний Лесли Дина у торговой гильдии Эпсилон. Второй этап. Мы тщательно изучим содержимое хранилища воспоминаний, чтобы каждый участник имел четкое представление о личности, характере и жизни Лесли Дина. И третий этап. Мы посетим Пинаконию и создадим с помощью технологии погружения синестезийной грезы, составив портрет Лесли Дина по данным из хранилища воспоминаний и нашим впечатлениям. Мы воссоздадим в мире грез, тел, разум, душу, космической суперзвезды. Да, мои господа, каждый из нас стал свидетелем недолгой, но блистательной карьеры Лесли Дина. И мы все крайне опечалены его преждевременной кончиной. И если вы тоже возмущены несправедливостью постигшей его судьбы, присоединяйтесь к проекту возрождения Лесли Дина. У нас появится возможность покончиться с сожалениями и вернуть Лесли Дина с его блистательной жизнью. К блистательной жизни. Информации в письме очень много. Итак, подытожим. Здесь живет не Лесли Дин. Настоящий Лесли Дин уже давно погиб, однако его сознание сохранилось в мемории. Фанатам Лесли удалось собрать средства, купить его воспоминания и забрать их с собой на пинаконе. Затем они погрузились в коллективный сон и объединили свои сознания в единую сеть, чтобы воссоздать образ Лесли Дина с помощью синестезийных грез. Хоть Лесли, который встретился мне во сне и правда хранил воспоминания об этой космической суперзвезде, он был не более чем удачно сфабрикованным плодом воображения фанатов. Значит, владельцем этого номера должен быть кто кто в номере? Встревоженная уборщица. Кто кто там господин живший в этом номере должен был разве он не должен был давно выселиться? Неужели неужели я забыла запереть номер после уборки? Ну здесь было открыто вообще-то да? нет, пожалуйста, вы вроде человек неглупый, пожалуйста, не говорите об этом семье. Иначе мне точно вынесут выговор за неисполнение служебных обязанностей и запретят погружаться в грезы. Куда пропал гость из этого номера? тот господин уже покинул пинакон и он расскажи мне я никому не скажу я ладно я верю что вы никому ничего не расскажете я слышал что этого клиента выселились за неуплату он долго жил на пинаконе но на богача не смахивал многие готовы заплатить любую цену чтобы погрузиться в мир грез они доходят до того что тратят все до последнего лишь бы просто побывать на пинаконе честно говоря хоть я здесь недолго работаю это не первый раз когда мне приходится иметь дело с такими клиентами ну я рассказала вам все что могла теперь если вы не возражаете не могли бы уйти мне нужно побыстрее привести этот номер порядок сюда скоро заселятся другие гости гость который здесь жил был вынужден выселиться потому что потратил все свои сбережения судя по письму могу предположить что это был один из тех поклонников которые помогали воссоздать образ Лесли Дина во сне интересно скажется ли это как-нибудь на Лесли надо вернуться в сон и посмотреть как он там я на самом деле честно скажу ожидал совершенно другого я думал он реально подключен там каким-нибудь аппаратом который поддерживает его жизнедеятельность он погружен в вечный сон представляете вот это было бы офигенно круто а они опять какую-то банальщину впихнули у Лесли Дин с возвращением нечто я надеялся что смогу проявить больше энтузиазма но по какой-то причине после того что со мной случилось я чувствую тошноту и головокружение я просто не могу собраться с силами надеюсь вы сможете меня понять не волнуйся на моей родине люди верят что способность сопереживать другим это дар неспосланный богами готов поспорить у вас это дар с рождения раз вы вернулись ко мне означает ли это что вы что-то узнали о том каково мое положение в реальности прошу скажите мне правду господин нечто я думаю что готов это принять какой бы тяжелой не оказалась правда вы рассказываете Лесли правду о том что он всего лишь плод фантазии кучки сумасшедших фанатов а настоящая космическая суперзвезда давно уже ушла из жизни вообще на самом деле я думал что тут выбор будет от меня зависеть хотите сказать что меня на самом деле не существует внезапно некогда блестящие глаза Лесли тускнеет его лицо резко теряет свой золотистый оттенок и сначала бледнеет а потом и вовсе становится белоснежным на его изящной шее начинают проступать вены вы замечаете как они напряженно пульсируют идут вы вдруг понимаете что этот момент отчаяния давит на него грузом столетних страданий но его отчаяние длится недолго в миг когда кажется что последний отблеск света вот-вот погаснет в его глазах в них и загорается новое пламя спасибо господин нечет мне было чрезвычайно важно узнать правду теперь я понимаю почему те воспоминания которые должны были принадлежать мне казались такими далекими странами я наконец-то это понял я тот идеальный Лесли Дин каким меня видели другие люди но я далек от того человека которым должен быть на самом деле все мое существование сводится к тому чтобы занять его место но я никогда не смогу им стать много кто до сих пор плантит ради сохранения моего тела они расплачиваются своими финансами временем жизнью и даже собственным я однако господин нечто я хочу знать как вы считаете неужели живые и правда должны платить такую высокую цену ради сохранения воспоминаний того кто уже давно умер это решает живым да вы правы это их выбор но но я не хочу сидеть сложа руки я появился здесь не по своей воле появится появиться здесь не было моим решением но уйти отсюда я могу решить сам господин нечто можете помочь мне еще раз я хочу поговорить с теми кто меня создал каким бы сладким ни был сон если погрузиться слишком глубоко можно задохнуться я должен помочь им взглянуть в лицо реальности да я помогу тебе а это видимо записки которые мы нашли в номере да войти в эмосферу что а ну тут ну ладно давайте поменяем состав как-то странно вот как значит я нет это значит этот мир он построен поклонниками Лесли здесь они создали меня выглядит как так реалистично хотя здесь я чувствую будто смотрю в зеркало но в этом зеркале я могу поближе разглядеть свои внутренности и даже душу но если присмотреться то кроме пустоты здесь ничего не увидишь настоящую душу нельзя просто создать из воздуха простите я просто но и без причины пора освободить души тех кто действительно существует а мне надо будет с кем-то сражаться да роберт вы стоите перед обычной дверью номера однако у вас возникло сильное предчувствие что комната находящийся за этой дверью далеко не простая кажется хозяин этого пространства зовут роберт давайте войдем господин нечто я готов встретиться со своим создателем ну давай своим создателем вау это пепеши отличные новости роберт зеленоухому джо зи удалось достать древние грезы о далеких звездах что правда где он его откопал в высоком качестве разрешение 16к офига себе по крайней мере он так сказал ну и что хочешь взять на прокат у меня у меня совсем нет денег с тех пор как мама узнала что я тайком беру на прокат записи она больше не дает мне карманных денег что что плохого в увлечении фильмами к тому же это дебютная работа злая следина у твоей мамы вообще нет вкуса да не волнуюсь на этот раз я заплачу приходи ко мне на каникулах посмотрим фильм вместе спасибо гарри роберт я на миг почувствовал будто наши чувства слились воедино его родная планета обедневшая земля находящаяся под санкциями корпорации со времен межзвездной энергетической войны единственный способ для них смотреть фильмы тридорога брать на прокат кассеты у контрабандистов гарри лучший друг роберта он для него как старший брат я чувствую что роберт очень полагается на него давайте понаблюдаем еще господин нечто а это когда они были детьми это не пепешить тебе нужно принять реальность роб гарри гарри больше нет с нами но у нас у нас еще осталось так много непросмотренных фильмов пурпурный дождь любимый фильм гарри мы поклялись что однажды встретим Лесли Дина и возьмем у него автограф очнись роб мы живем в мире где нет места надежда мы эти твои межзвездные путешествия космические суперзвезды не имеют к нам никакого отношения я пытаюсь уберечь тебя от этих вещей потому что нет я не хочу этого слышать я хочу покинуть это место я хочу чтобы все это исчезло ты ничего не понимаешь в красоте никто из вас не понимает только он понимает гарри гарри был оптимистичным сильным но его жизнь неожиданно оборвалась потеряв лучшего друга роберт держался из последней силы он чувствовал гнев ярость ко всему что его окружала сплошная стена несправедливости и отчаяния он начал искать способ спастись и так нашел меня давайте понаблюдаем еще господин нечто так погодите а я из-за этого света вообще ничего не вижу а вот оно что ух ты на снимке изображены двое людей Роберт и Лесли Дин на лице Лесли вы видите выражение которое присущее любой настоящей звезде яркость уверенности и капелька гордости на его фоне Роберт кажется блеклым и невзрачным но это не значит что он не привлекателен просто по сравнению с великим актером Лесли Дином в самом расцвете сил он кажется ничем не примечательным парнем уголки рта Роберта слегка приподняты как будто он изо всех сил старается одарить человека закатом улыбкой но его выдают пустые глаза он тонет Роберт смог покинуть свою родину хотя о том как он это сделал ему неудобно рассказывать другим в поисках идеального Лесли Дина существовавшего в его воображении он начал терять себя кое-чего он так и не осознал хоть он и думал что все это время сопротивлялся на самом деле он просто убегал 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 от тени которая держала его в ловушке убегал от правды о том что его лучшего друга больше нет он думал что темная тень прошлого исчезнет только если он отыщет меня его платит их сгаре с несбывшуюся мечту он заперся в мире где существует только Лесли Дин он не мог заставить себя встретиться лицом к лицу с истинным источником своих страданий однако когда этот пузырь ставший для него убежищем внезапно лопнул он больше не знал куда идти вот почему он пошел на эту затею отказавшись от самого себя ради поддержания вымышленного идеала что по-вашему нам стоит сделать мы должны заставить Роберта вспомнить мы должны заставить его вспомнить о том свете которым когда-то была наполнена его жизнь в этой истории я не более чем козел отпущения мы должны позволить Гарри снова стать звездой Роберта прошу помогите ему господин нечто а фотки вы осторожно убираете с стола фотографию Роберта Лесли и заменяете ее фотографией двух юных друзей детства хоть вы и понимаете что это как бы громко вы себя не вели в этом пространстве это вряд ли кого как-то повлияет на Роберта но вы все равно хотите сделать все аккуратно и осторожно по телевизору Лесли Дин дает интервью известному телеведущему вам не разобрать их разговорно вы видите двух людей с сияющими улыбками на лице их танцующие брови и подпрыгивающие уголки рта говорят вам что их радость ни в коем случае не показная выключите когда вы нажимаете кнопку на телевизоре успокаивающий голос Лесли Дина резко замолкает и раздается эхом в пустоте вокруг вас тишина которая теперь покрывает это духовное пространство кажется оглушающим гулом вы чувствуете одиночество которое испытывает Роберт но ради его собственной жизни он должен сам понести и пережить это одиночество этого хватит правда? даже если вначале ему будет больно я надеюсь что он сможет вспомнить своего друга детства и поймет кто ему на самом деле важен а попытается ли он жить дальше или продолжит страдать это решение он должен принять сам но мы хотя бы дали ему возможность по-настоящему взглянуть на то что он чувствует внутри а как мы узнаем что все сработало думаю есть только один путь чем больше наше влияние тем слабее должна стать основа для этого тела когда придет время я должен почувствовать эффект который принесут наши действия пойдемте господин нечто нас ждут остальные остальные мы еще каждому будем так помогать что ли Джиллиан наверное имя этой фанатки пойдемте господин нечто посмотрим что с ней случилось это похоже это я подчинил себе весь ее мир все состоящие здесь фигуры образы Лесли Дина которой она представляет безумие я вспоминаю некоторые моменты действительно неприятные помню о безумевших фанатов которые следили за мной из-за угла фотографировали из-под тишка отправляли сообщения от которых мороз по коже это доля которые несут на плечах звезды и публичные лица хотя многие думают что это всего лишь побочный эффект популярности которым можно пренебречь в сравнении со славой и богатством похоже что госпожа Джиллиан раньше была такой фанаткой настолько одержимой что даже после моей смерти поддерживает эту версию меня а осознает ли она вообще что это больная любовь разрушает ее жизнь пора пробудить ее я все отдам ради него деньги жизнь идеалы разрушить фантазию такие тяжелые эмоции что ты хочешь услышать в ответ Джиллиан вот кто-то готов пожертвовать всем ради своего кумира даже основы человеческой жизни свое достоинство если позволишь мне быть честным то такой человек меня пугает никто не должен так жить ты должна постараться вернуть себе то что по-настоящему предложить тебе Джиллиан я все одному ради него деньги жизнь я люблю его я так люблю я очень его люблю разрушить фантазию просить Джиллиан но это не любовь те кто не любит себя наверное понимают смысл слова любовь любовь это то что каждый должен почувствовать в себе но ты отказалась от себя давным-давно вместо себя ты выбрала одержимость я люблю его люблю он мой мой что-то не так Лесли я думаю мы нашли причину господин нечто я чувствую его сильное желание льющееся из самого ее сердца могущественно ужасающее желание завладеть кем-то это желание слишком глубоко взросло в ее сердце мне одному тут не справиться поможете мне господин нечто негативные мемы захватившие разум господи Джиллиан слишком сильны раз этих не сможет только ее еще большая сила хорошо я готов иногда бороться с тем кто не слышит логику можно только силой он мой мой берегись он мой навсегда опять телеки будут они не не а ты что ты было только что на мои глазах. Вы видели, что сделала Герта? Одну и тость всех похоронила. Надеюсь, мы сделали достаточно. Для госпожи Джиллиан, возможно, это был единственный способ привести ее в чувство. Я уверен, что многие в прошлом пытались урезонить ее. Мне кажется, она давно перестала воспринимать аргументы. Мы... Ай. Вдруг Лесли падает назад в духовном пространстве. Он шатается и делает пару неуверенных шагов. Астана навливает равновесие. С вами все хорошо? Все хорошо, в порядке. Спасибо за заботу. Я чувствую основы, которые держат это тело, начинают рушиться. Это значит, что наш труд был не напрасен. Направимся к нашей следующей остановке, господин Нечто. Думаю, нас еще ждут. А вот она, кстати, Джиллиан. Джиллиан смотрит на вас с потерянными и растерянными выражением лица. Но затем она слегка кивает знак благодарности, а от нее жизнь начинается заново. Флора. Интересно, какую жизнь прожила эта женщина. Пойдемте. Постойте. Флора? Вы ее знаете? Это ведь просто тезка, да? Простите, это имя вызвало воспоминания. Лесл. О, мои воспоминания. Пойдемте, господин Нечто. Нужно торопиться. Не знаю, как долго еще продержится это тело. Флора, это правда она. Кто это? Это бывшая помощница Лесли. Моя помощница. Но почему-то она. Мне и в голову не могло прийти, что она будет так до меня цепляться. Здесь есть что-то, чего я не знаю. Нужно подойти поближе и посмотреть, господин Нечто. Ой, что это было? Господин Зин, прошу, прошу, давайте я вас познакомлю. Это Флора, самая перспективная молодая сотрудница в нашей компании. С этого дня она будет вашей личной помощницей. Его глаза такие влекущие. Лесли, господин Зин, здравствуйте. С нетерпением жду возможности поработать с вами. Для меня большая честь познакомиться с вами, госпожа Флора. Надеюсь, мы сработаемся. Господин Зин, завтра я отправлю Флора с вами на съемки, чтобы она могла познакомиться с рабочим процессом. Вы видите, не против? Я приложу все усилия, я вас не подведу. Так, погодите, мне кажется, что она была влюблена в него, если что. Посмотрите. Господин Лесли, вы не голодны, не хотите перекусить? Лесли так устал. Господин, я не голоден. Но ведь вы за весь день еле к еде не прикоснулись. Я сказал, что не голоден. Ты оглохо, что ли? Съемки запланированы завтра на 10 утра. Я свяжусь со съемочной группой и попрошу их перенести. Пожалуйста, постарайтесь сегодня вечером отдохнуть, господин Зинь. Спокойной ночи. Но, оказывается, он был не таким хорошим, да? Что случилось, Флора? Почему ты плачешь? Не держи в себе, можешь рассказать мне все, что тебя тревожит. Я в порядке, я правда в порядке. Ты в последнее время выглядишь грустно и что-то стряслось на работе. Со мной все в порядке. Лиза, не беспокойся обо мне. А ты что-то говорила о кондитерской, которая тебе понравилась. Давай сегодня вечером туда зайдем. Хм. И почему ты вдруг стала такая тихая? Улыбнись. Года делась там с веселой и радостной Флорой, которую мы так любим. Я сказал вам все, что должна была. Теперь в этот решающий момент я не знаю, что еще сказать. Понятно. Флора, ты знаешь, да? После этого тура я перейду в другое агентство. Болван, болван. Конечно, я знаю, господин Дин. Но хотя бы сегодня я все еще ваша помощница. Я хотел узнать, можно ли... Господин Дин? Ладно, это не важно. Не бери в голову. Каждое приключение рано или поздно подходит к концу. Береги себя, Флора. Спасибо. Я люблю тебя, болван. И вы берегите себя. Но она любила его все-таки, да. Надеюсь, мы еще встретимся, господин Дин. Человеческие эмоции сложная штука. Это правда, господин нечет? Может ли в жизни быть что-то, о чем вы будете сожалеть больше, чем об упущенном шансе? Это моя вина. Я был слишком глупым, упрямым и гордым. К счастью, небеса подарили мне второй шанс. Пусть у меня больше нет тела. Я еще могу изменить что-то сейчас. Я хочу поговорить с Флорой, господин нечет. На этот раз я не допущу ошибку. Она не должна впустую потратить жизнь на восполнение. Эти раны ей нанес Лесли Дин и сейчас я их зашью. Флора, господин Дин, почему? Почему вы еще здесь? У вас скоро вылетит... Вылет, точнее, у вас вылетит, да, мне тоже вылетит. Если вы не подоропитесь. Не беспокойся, без меня не улетятся. Ты забыла, кто я? Снова вы всех заставляете ждать. Не волнуйся о таких мелочах. Есть кое-что поважнее. Ты что-то хочешь мне сказать? господин Дин, Дин, не шутите. Рейс вот-вот отправится и все ждут вас, если вы будете себя так вести. Нет, Флора, я никуда не уйду. Сегодня я прощаюсь с женщиной. На моем пути она сыграла незаменимую роль, даже если она сама об этом не знает. Добрая, внимательная, терпеливая. У нее больше хороших качеств, чем я мог бы перечислить за свою жизнь. Пока она была рядом со мной, моя жизнь не могла быть лучше. Она сняла с меня груз ответственности, чтобы я мог сосредоточиться на карьере. Я воспринимал все, что она для меня делала как должное. Только спустя столько времени я понимаю, что вел себя как ребенок и дурак. Надеюсь, она сможет меня простить. Но есть кое-что еще поважнее. Если бы я не вернулся, если бы я не поговорил с ней, ее жизнь достигла бы нижней точки и я лично стал бы причиной ее несчастья. Я никак не могу упростить себя этот выбор, Флора. Я не уйду, пока ты не освободишься от узла, что стягивает тебя. Лесли, болван, такой болван. Я всегда, всегда любила. Нет, не так. Я всегда буду любить тебя. Ну, Лесли, Дина. Господин, нечто, я кое-что осознал. Могу я с вами поделиться? Допустим, только что был момент, я внезапно ощутил, что все проблемы, которые меня раньше беспокоили, больше не имеют значения. Да? Кто я? Этот вопрос преследовал меня с момента, как я обрел эту форму. когда я читал воспоминания Флора, и кто почувствовал, будто я внутри картины, ее слова, ее эмоции, они по-настоящему поразили мое сердце. В этот момент я наконец поверил, мне больше не нужно сомневаться в собственной существовании, в собственном. Я продолжение жизни Лесли, Дина. Я состою из его воспоминаний, из людских представлений и впечатлений о нем. Я почувствовал, что этого достаточно, чтобы сформировать личность, чтобы сделать меня собой. Мне больше не нужно это пустое тело, чтобы доказать свое существование. Спасибо, господин Нечто. Без вашей помощи мне никогда не удалось бы достичь этого всего. Пойдемте, я устал. Наконец-то радуется. Так, погодите. Мы вернулись, господин Нечто. Голос Лесли слабеет его кожей, одежда становится прозрачными, как муслин. Пинакон отражается в его селе полу иллюзия, полуправда. Под его кожей не видно крови или костей, лишь свечи и звездный свет. Мое тело становится таким легким, таким слабым и разум. И стончается мое ощущение, словно покрытый туманом. Вы исчезаете? Но не знаю, почему, но я спокоен. Я еще не чувствую себя таким безмятежным в этом мире грез. не чувствовал. Мне кажется, что я вижу, я вижу себя. Лесли Дин внутри меня, как будто он улыбается и говорит молодец. Это так странно. Я так боялся потерять себя, но с тех пор, как вы рассказали мне правду, я обрел смелость проститься. Пережив все это с вами, я чувствую себя еще увереннее. Я знаю, что поступил правильно. Господин Нечто, можно задать вам последний вопрос? В будущем, как вы думаете, после того, как я исчезну, какими людьми будут помнить Лесли Дина? Он был благородным. Лесли Дин человек с золотым сердцем. Лесли Дин жил, не способный принимать собственных решений, и вместе с тем он принял много решений, о которых потом сожалел. Но, несмотря на всю славу и богатство, которыми он был окружен, его доброе дело оставалось неизменным. Мне стоит быть благородным всем людям, что создали меня с помощью этого мира грез. Они удали свои сердца и свои жизни, чтобы создать меня, мой долг отплатить им и помочь жить дальше. Они создали эту возможность и позволили мне написать лист стори, Лесли Дина лучший конец. Испытав все это с вами, я чувствую, как будто жил по-настоящему. Даже если я не прав, я буду ценить это больше всего. Возможно, мы больше не встретимся, господин нечто, но пусть это нежная вселенная благословит каждый ваш вздох, друг мой. Мой любимый фильм Галактика Цвета Мяца. Если у вас будет возможность, надеюсь, вы посмотрите его с тем, кого вы любите. А почему он не сейчас? Ладно, на этом все, ребята, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца, обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Пока!